Всем привет! Артем Соловьев, Матч ТВ Россия. С нами сегодня Егор Замула. Егор, привет! Добрый вечер! Как дела? Где ты находишься? Расскажи. Да, все хорошо. Нахожусь в Торонто, в капсуле в этой. Все хорошо. Приехали с игры сейчас и сейчас время восстанавливаться. Поздравляю тебя с первой игрой. Как ощущения? Да, ну, ощущения всегда положительные в любом случае. Горжусь тем, что мне в 20 лет все-таки не всем дают шансы играть, даже против Малкина и Кроссбит. И когда мне вчера подошел главный тренер, я сказал, малыш, готовься. Я был безумно счастлив и пошел спокойненько на тренировку, потренировался, покатался, побросал. И сегодня утром проснулся, я понимаю, что сегодня мне предстоит играть против Питтсбурга, против сильной команды, которая выигрывала кубки и не один раз. И когда вышел на раскатку, такое ощущение было, ну вот эти вот Кроссби, как вот играешь на приставке, они вот в реальной жизни передо мной катаются. И Малкин там пару слов сказал, то, что я играл там в школе в Магнитке, как бы я его... А что сказал? Перебьюсь, что сказал сразу бы только это? Привет, привет из Магнитогорска к тебе. Я сначала как бы, ну, не услышал, а она сбрасывала мне, я сказал, как сам, я сказал, там, нормально. Мне было приятно с ним играть, будем против него играть, хороший игрок. Да и вообще, хоть я и немного сегодня сыграл, но все равно это для меня был большой опыт. И после пяти месяцев восстановления, после операции, мы довольно-таки, ну, неплохо сыграл, конечно. Мог лучше играть, если бы больше давали играть, был бы в тонусе больше и чувствовал бы больше уверенности. А так, для первого матча неплохо, не было там таких прям грубых ошибок, которые привели там заброшенные шайбы, да, соперника. Поэтому вроде неплохо, у меня партнеры постоянно менялись и приходилось играть и справа, и слева, и с разными напарниками. Поэтому чувствую и знаю, над чем работать, и чувствую, что могу играть лучше и больше по времени. Слушай, отлично. Вообще тебя поздравляю. Очень круто. А когда ты узнал от тренера, то, что ты играешь, кому-то первому сообщил, позвонил, как ты себя чувствовал вообще? Руки задрожали там, не знаю, что? Да нет, спокойно, я отпустил эту тему, и у меня был как раз таки лед, он мне сказал, давай, я тебе завтра, завтра играешь. Я такой серьезный, он такой, да, готовься. Ты готов, спросил? Я говорю, конечно, готов. Он говорит, давай, давай, ребенок, давай, кит. И я уже готовился к игре, понял, что надо сегодня хорошо поработать на тренировке, чтобы быть завтра готовым к скорости и к этим звездам, которые предстоит мне играть сегодня, грубо говоря. Понятно. Слушай, а как вы вот, расскажи, мы еще ни от кого не знаем, некоторые там видео видим в НХЛ выставляют, что-то в замедленном все, можно намного быстрее, и от ребят мало видно. Расскажи, как вы утром там встали, в аэропорт за вами приехали, вы сами приехали в аэропорт в Филадельфии, потом на самолете полетели, прилетели. Или как вы тут, все, расскажи, пожалуйста, до гостиницы, до комнаты. Да, у ребят у кого, у ребят у кого-то машины, да, они сами поехали на машинах, где у ребят жили в отеле, молодые в основном, или там АХЛ, и НХЛ там жили, им заказали автобус. Ну, мы доехали до аэропорта, сели в аэропорт, пришли всю комиссию, которая там была, сдали все тесты. Я не помню, сколько там лететь до Торонто было, я весь полет спал, это было, мы летали в 10 утра, прилетели, втели в автобус, нас довезли до отеля, мы пообедали, поддохнули, поужинали, командный ужин был идеальный, и пошли спать. На следующий день у нас была тренировка, и вот мне сказали, что я готовлюсь играть. Понятно. Какие процедуры там в гостинице, температуру берут, видели, выдают какие-то бумажки, в масках, на каком этаже вы находитесь, как команда, вы индивидуальный этаж, да, я понимаю? Ну, там, получается, три этажа, допустим, Flyers, три этажа, Boston, три этажа, там, Вашингтоне, три этажа, там, Пейсбург занимают, понимают, и там разбросаны по этажам, но никто практически не контактирует. В лифте ездит только четыре человека, когда заходишь в отель, нужно ответить на все вопросы, как ты себя чувствуешь, там, чувствуешь ли ты запах, есть ли температура, все это проходится, представляешь, там, через какое-то приложение нам заставили все это делать, сканируется телефон через штрих-код и проверяется, типа, здоров ты или нет, и каждые 12 часов нужно проходить каждый день тест в отель, либо на арене, на, там, получается, износы берут мазок. Понятно, ну, вот ты рассказал, эти команды, 34 команды, вы все в одной гостинице, как бы, да, скажем, 3, 3, 3, 3 этажа, вот так разбиты. Да, ну, это 29 этажей, поэтому, там, только 8 лифтов, поэтому, там, нормально все. Ясно. У всех разное время, либо мы в отеле и на арене, либо наоборот, поэтому особо не видишь, что ты не Вашингтон, не в Кейсгруппе, не в Кейсгруппе. Понятно, вот это у меня и был вопрос. А как питание, где вы питаетесь, вам приносят, или вы спускаетесь куда-то тоже? Завтрак и обед у нас на третьем этаже, там, у нас своя комната, специально наши повара от отеля предоставлены, и у других команд также. А ужинаешь, либо ты в ресторане, в лобби, и там, ресторан очень большой, там делится на 3 или на 4 части, поэтому ты даже там не контактируешь с другими игроками, другой командой. Понятно, а развлечения, чем есть заниматься? 4 больших теннисных корта, мини-баскетбол, обычный баскетбол, бильярд, настольный теннис, гольф, для бросков есть, рапидшот, бросковая зона, тренажерный зал, здоровенные все условия для того, чтобы люди не просто сидели тут в отеле и лежали, а могли также пойти сесть на велосипед, поиграть в теннис, там, поиграть в настольный теннис, что-то еще такое. сегодня целый день в отеле перед игрой кросби играл большой теннис, я думал, он не играет, а это, оказывается, для него разминка была. А я так, с Ваней Провором, в мяч покидали, в баскетбол поиграли. Понятно, а у вас такая возможность, значит, есть, да, ты мог бы там в теннис поиграть с кросби, но потом на поле бы тоже против него поиграть, так, да? или нет? Ну да, но опять-таки нам сказали не контактировать, стараться не контактировать, потому что это будет справа в команде или что-то еще, поэтому мы там скажем друг другу там привет, кто кого знает, да, из ребят и старше, особо не катируем и не играем там с другими игроками, в основном кучками все находимся и бережем себя. Понятно. А в комнате, вот и сейчас-то, вы, каждому один в комнате человек живет? Или у тебя рука? Да, каждый один в комнате, нет, каждый один в комнате, хорошие номера, хороший вид, все в лучшем виде, очень красивый отель, и снаружи и внутри, снаружи везде зелень, какие-то цветы, там, есть где посидеть, есть что поделать, погулять, пройтись вокруг, в отеле безумная красота, все условия для НХЛ созданы, и они здесь. Спасибо огромное, что ты так вышел сразу, кооперативно, после игры, вечером, поздно. Да, не так уж и поздно, мы просто приехали, мы сейчас с ребятами смотрели матч, сидели на 29 этаже, там, грубо говоря, такой кинотеатр, большой телевизор стоит на открытом небе, получается, мы сидели, своей командой смотрели, кто захотел, там, Реальф играл с Торонто, сидели, смотрели, общались. Слушай, ну вот вернемся тогда вот к игре, вы приехали на каток, как у тебя ощущение было? Да, ты зашел, наливаю кофе, решил кофейка попить, стоит творочек и жару, я с ними наливаю кофе, они мне такие, типа, ты счастлив? Я говорю, да. Они мне спрашивают, что ты готов? Я говорю, да. Типа, нервис? Я такой, типа, ну, нет. Они такие, ну, good job, kid. Поэтому я, как бы, ну, сильно не переживал, на самом деле, у меня многие спрашивали, ты нервничаешь или нет, я говорил, всем нет. На разминку вышел, тоже все хорошо, а вот когда гимн начал играть, немного ножки-то подзатряслись, а потом первые две смены сыграл уже, вошел в ритм, понял, какие скорости, понял, что вообще предстоит мне во время игры, и уже, как бы, немного уже раскрепостился, можно так сказать, и начал играть. Круто. Перед игрой с кем разговаривал? С родителями? Может, там, кто тебе что, так это, рекомендовал? Родителям я вчера сказал то, что буду играть. Сегодня я особо с ними не контактировал, сейчас думаю, они проснутся. Смотрели мой матч, все там близкие, друзья. Думаю, сейчас с ними попозже чуть созвонюсь и лягу спать. А так агенты писали, агент писал и с России, и с Америки, и поддержали, давая удачу, сказали. А на скамейке во время игры тебе кто-нибудь, что говорил там, Иван, подсказывал? Ванька, Ванька подсказывал каждую смену, где что, где попроще, где можно было кого-то обыграть где-то. Надо было просто там отдать ближнему, а не дальнему, ничего не придумать, чтобы шайбу сохранить. А так эти стоячки, там, жиру, горочек постоянно. Бегзи, бегзи, давай, давай, давай. Я уже устал их слушать, если честно. Но мне приятно безумно. Я когда приехал на кемп, у меня в первую очередь нужно было проверить, как прошла операция, нужно было пройти все медосмотры и показаться врачу, который меня оперировал. Я уже в Челябинске, мне сказали, 5 месяцев ничего не делать, я уже на 4-й месяц начал бегать, потому что я уже чувствую, спина все в порядке. Они мне даже не разрешили на лето взять форму, клюшки ни одну не дали, потому что они сказали, не дай бог ты возьмешь, мы не хотим, чтобы ты повредил. Но я немного подразозлился, потому что 5 месяцев без хоккея, ну, это очень тяжело. Ничего, папа посадил на велосипед, бегали с ним, пробежку тянулись. В плане разумного, конечно, там ничего не борщили, все под контролем отца было. Все, я приехал, они говорят, ну, ты остаешься на кемпе, у тебя все хорошо, и они даже не ожидали, что я так быстро вкачусь и начну доминировать над старшими, да, там, мужиками, и они сказали, мы очень сильно удивлены, что так быстро восстановился и быстро вкатился, и только хвалили, и говорили хорошие показатели мои, поэтому у меня была большая уверенность, я не боялся там ошибаться на скриммешгеймах, поэтому как-то в один-в один старался, в любом случае, когда я помню, два года назад, когда я играл пресезонные матчи, когда в 18 лет мне поставили, у меня тоже было очень большое счастье такое, играть там тоже, там, с Нью-Йорком против Бучневича, наместника вообще там играл, тоже было очень так приятно, и в огне, в общем, был. Ну, молодец, слушай, молодец, будешь еще играть, правильно, тебе сказали, следующее, или что говорят пока? Сейчас, ну, ничего не говорят, это как бы такая приближенная игра была, уже, грубо говоря, вот эти игры будут с Вашингтоном, Бостоном и Тампой, за какое место мы возьмем, да. Мое дело просто тренироваться, развиваться, тренера дадут, еще шанс, нужно постараться им воспользоваться, нет так нет, в любом случае, в 20 лет немногие здесь находятся, и немногим дадут шанс так перед пловов сыграть в такой матч. Ну, это да, это точно. А что тебя, может, удивило, то, что ты не ожидал, или что ты ожидал, то, что от игры... Да, ну, ничего, все, вот как вот приставки на PlayStation НХЛ включаешь, также Малкин Кросби там, забивают на приставке, но сегодня, к сожалению, они не забили как-то, хорошо в обороне сыграли. Но так приятно было то, что вот перед тобой Кросби, это легенда, да, и Малкин, звезда нашего русского хоккеиста против тебя играет. Даже вот смотришь на другие команды, как защитники двигаются, это как будто другая планета, и охота тянуться за ними, и охота развиваться, и охота составлять им конкуренцию. Я скажу одно, то, что когда перед сезоном идут предсезонные игры, там в основном лидеры, такие как Ваня Проворов, Кросби и Малкин, сыграют там одну игру или вообще не играют, потому что смысла их смотреть нет, они больше смотрят АХЛ молодых. Сегодня, когда я вышел, мне тренер сказал, там я в третьем периоде две смены всего сыграл, в основном так играл, много все равно не сыграл, они мне подошел, мне тренер после третьего периода, уже начало овертайма, подошел, мне сказал, не каждому человеку, он говорит, я сам играл в АХЛ, он говорит, и мне бы такой шанс в 20 лет. Он говорит, молодец, и сейчас можешь расслабиться, можешь не переживать за себя. Он говорит, ты сыграл здесь, это не предсезонный матч был, это уже тут перед тобой Кросби и Малкин играют, и другие из Вели, и я уж тогда уже вздохнул спокойно, сел и смотрел, наслаждался овертаймом. Ну молодец, молодец. Слушай, а может там Романову что-нибудь порекомендуешь или Капризову, кто уже как бы и тут, и не там, но еще посреди. Что им скажешь? Да что рекомендовать? С Аней играть, как он играет, а Капризову, что ему надо посоветовать, как мне играть, что олимпийскому чемпиону советовать, он и так уже в порядке. Понятно. Молодец, а кто-то из русских ребят тебе звонили, кто в гостинице находится, может там Панарин и... Может то же самое Малкин? Нет, Рейнджерс не с нами, нет, нам нельзя контактировать. Вообще по телефону даже нельзя? А, ну вот. По телефону можно как бы, но я как бы Малкина до этого, как бы я знал, ну знал его там через других людей, может быть он меня как-то знал, но мы не общались. Понятно. Не общались с ним как бы никогда. Ну ясно. День у вас расписан? Да, завтра тренировка, там отъезд, тесты, тренировка, обед, ужин, спать. Все по планам. Все ближе и ближе. Кстати, я сегодня заметил, что трибуны пустые или не пустые, как бы сделали такие экраны красивые, как бы это как-то не особенно, что ли, и не отвлекает от игры, и я даже не понял, что вообще происходило, если честно. Ну, это не отвлекало, потому что мы как фанаты слышали, как будто люди разговаривают на арене, на трибунах разговаривают, когда вот во время свистка, у вас тоже это было? Слышали? Ну, там люди были, там как бы менеджеры сидели, но они по всем повиплажам и далеко друг от друга сидели. Там как бы другие команды какие-то были, и все сидели там, там, грубо говоря, полтора метра расстояния. Понятно. Ну, были люди в стадионе, так их было видно. Ну, там единицы были, там, может, там человек 20 было в месте security, там мало было. В общем, хот-дог и пиво не купить. Не знаю, честно, был на льду. Не интересовался. Как восстановление проходило? Да, восстановление, колл-тап нету. Ну, у нас массажисты работают, как бы все есть. Такое, там, мази все, крема, там, кому что надо, там, массажеры различные, там, геймреди, там, нормотеки всякие. Все есть здесь, как бы. Опять-таки, кто как восстанавливается. Я особо не люблю колл-тап. Многие любят его. Вот так, вроде все. Тепло, жара, играть в хоккей охота. Чувствуется, вот, какая-то разница, вот, именно, что сейчас играете в конце июля в хоккей, такой мощный начнется, или нет такого? Да, честно, я сегодня вышел так жарко, что-то был, сел в автобус, приехал на арену, там, так прохладно, и даже забыл, что я вообще в Торонто тут плюс 30, в Филадельфии там вообще чуть ли не плюс 40, там вообще невозможно машину сесть, кондиционеры вообще практически не спасают. А здесь вышел на игру, отыграл, выхожу, смотрю, я в Торонто и даже, как бы, ну, не верится. Ясно. Когда что-нибудь, когда думаешь, закончится все это с коронавирусом? Мысли? Надежды? Думаешь, какие-то? Вопрос даже не знаешь, да. Ну, как бы, у меня есть друзья, которые заболели там коронавирусом, там, и не один, и не два, и не три, поэтому, как бы, ну, коронавирус, коронавирус, то же самое для меня, что и грипп, как бы, если у тебя нет последствий, то это хорошо, если какие-то последствия, то это уже, как бы, это уже серьезно, как бы, переболеть и можно, и... Главное, чтобы иммунитет был сильный и дальше вернулся играть быстрее на лед, поэтому я не знаю даже коронавирус, как бы, у меня уже его в голове, если честно, нет, я просто прихожу, дать анализы и ухожу, я знаю, что у меня все нормально. Твое мнение, думаешь, можно было бы запустить, ну, фанатов, рассадить их даже, ну, хоть на три метра, понимаешь, там, или рано это все? Не, ну, конечно, все хотят, чтобы на них смотрели, да, все игроки хотят, чтобы на них смотрели фанаты, и я в том числе, да, и каждый игрок, но раз такая проблема во всем мире, то, наверное, нужно перестраховаться, а то, если фанаты придут, не дай бог, еще игроки там подцепят эту болезнь и плов весь накроется, поэтому лучше играть сейчас при пустых трибунах, потерпеть, а дай бог следующий начать уже, чтобы народ соскучился, да, не только по телевизору сейчас смотреть, а чтобы наоборот, потом забивали битком стадион и везде и в КХЛ, в АХЛ, в МХЛ, дай бог, чтобы вот этот только у нас народ скучался, сейчас они соскучатся, и я надеюсь, они будут ходить. Мы тоже надеемся, тоже надеемся, все соскучились, ждем хоккея. Привет, ребята, первый день в АТХЛ-шарике, какое ваше первое впечатление, и была ли у вас возможность там что-нибудь исследовать? Да, все классно, тут очень много для нас места, помещения, очень много чем заняться можно, еще все не посмотрели, очень все плавно для нас идет, еда вкусная, пока наслаждаемся, все хорошо. Следующий вопрос будет от Сементы Пел. Ребята, привет, мы видели много АНХЛ команды, украшают свои комнаты, свой этаж, у вас, возможно, есть тоже украшения, что-нибудь вы привезли с собой, фотографии друзей, семьи. Джон Кранс отвечает, нет, нет, фотографии никакие не привозил семьи, не друзей, очень много чего у нас происходит, мы пытаемся сделать свое лучшее, сейчас почувствуются ноги под собой, у нас достаточно фотографий на своих телефонах, чтобы увидеть свою семью. И Овечкин говорит, да, это точно. Вопрос от Тарика следующий. Привет, ребята, вопрос к кому-то из вас, ну, начнем с Джона. Джон, игроки и тренера получают очень много кредита, очень много уважения, то, что вы пожертвовали своей семьей, уехали сюда в АНХЛ Шарик жить, но 21 человек с вашей организации, которые с вами приехали, не получают столько много уважения, ну, знаменитости, как бы, внимания, что бы вы о них сказали. Да, они по правде не получают очень много внимания. Мы приходим и уходим, но они приходят до нас и уходят после нас, работают с нашими ошибками. Да, они, мы, конечно, все тут жертвуем чем-то, но мы тут все наслаждаемся. Тут очень много людей, которые по правде жертвуют своей жизнью. Это люди, как доктора, которые не находятся со своей семьей. То, что мы тут находимся, это, конечно, ну, это наша работа, это мы любим. Мы для этого тут нахождаемся, чтобы, находимся тут, чтобы играть в хоккей и показать шоу своим фанатам. Для меня лично слово «жертвовать», наверное, есть люди, которые, ну, намного больше, чем жертвы, чем мы. Да, без этих людей. Мы, конечно, без этих людей, они нам помогают с тренировкой, с едой, потренироваться, отдохнуть. Тарик, еще раз давайте, спрашивайте вопрос. Пожалуйста, уберите кнопку «мьют». Это вопрос Александру Овечкову. Как ваша была первая ночь в «Шарике»? Было что-то хорошо или плохо, или что-то не ожидали? Первая ночь, конечно, была трудна. Последние четыре месяца мы были со своими детьми и женами, кто-то с подругами. Но я уверен, многие ребята первую ночь соскучились уже тоже быть на дороге с ребятами. Мы будем скучать, конечно, по нашим семьям. Но, как Джон сказал, это наша работа. Мы все это принимаем в нашей жизни. Должны принять это в нашей жизни. Вопрос от Джордан. Сейчас у вас, ребята, есть возможность поиграть в хоккейную игру. Какой у вас теперь настрой в голове насчет игры в среду? Это, конечно, игра не как пресизн в простом начале сезона. Вы должны, ребята, туда выходить как маленько агрессивно, как вы планируете играть, как вы планируете играть против Каролайны. Да, для нас самое важное быть в форме. Когда мы будем на льду, наверное, первые пары смен будут непонятны. Это не будет как тренировка, это не будет как просто дружеская игра. Мы все профессионалы, мы должны все понимать, и мы понимаем, почему мы тут. Мы должны просто становиться лучше и играть лучше каждый день. Если больше нет вопросов, мы закончим эту сессию. Террик. Джон. У вас, в общем, ребята, как бы в команде вы награжаете друг друга каской, которая от бейсбольной команды вашей местной. Вы эту каску с собой привезли, чтобы награжать, ребята, продолжать после каждой игры. Я, по правде, не знаю, есть ли кто это привез. Наши тренеры этим, по правде, занимаются. Они всегда придумывают прикольные идеи, как они будут нас награжать, мотивировать нас будут. Так что, может быть, нам будет маленький сюрприз. Я вообще без понятия. Джордан, спрашивайте вопрос. Теперь, как вы уже там, вы уже добрались туда, вы уже чувствуете то, что все, уже вы вернулись как будто в бизнес, в работу. Да, да, я думаю, что все нормально. Как бы изначально было не так, не чувствовалось нормально, потому что на самолете давно не было, в гостинице давно не был. Но сейчас уже чувствуется нормально. Но мы уже давным-давно вместе с командой, вместе тренируемся, так что ребята вместе. Но мне кажется, первая игра откроет для нас глаза, и мы почувствуем игру, почувствуем эмоции, и почувствуем компетенцию, которую мы нигде не могли получить до этого. Конечно, мы не можем дождаться этого момента, эту игру. Это то, что мы делаем, мы занимаемся хоккеем, это для нас это нормально. Это для нас нормально, как для хоккеистов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!